ДИКОТ 24 января, среда, Думская ТВ начинает работу в вечерней студии в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Кроме знаменитой марки бытовой техники, есть еще одна организация, которая постоянно думает о нас. Просто ДИКОТ. Я говорю о Верховной Раде. Первая сессия в этом году. И вот ее итоги. О Верховной Раде, а также о медицинской реформе и многом другом поговорим с нашим гостем. Василий Гуляев, народный депутат Украины, присоединился к нам. Василий, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем начнем разговор, информация для наших телезрителей. Открываем традиционные линии для голосования. Сегодня опрос звучит следующим образом. Компании, укравшие 100 миллионов гривен на ремонте дорог, будут. Три варианта ответа. Наказанные, не верю в правосудие, откупятся. Кстати, как вы подреагируете на этот опрос? Укравшие 100 миллионов гривен? На ремонт дорог, да. На ремонт дорог. Ну, я думаю, что они не откупятся. Потому что 100 миллионов гривен – это большая цифра, и сегодня это невозможно. Откупиться. Так это будет доказано или нет? Ну, если это уже доказано. Ну, про 5 миллионов уже доказано, остальное еще нет. Давайте перейдем к глобальным вопросам. Мы начнем, собственно, с медицинской реформы. Из небольшого информационного материала, который подготовили наши корреспонденты, прошу вывести сюжет. 1 января 2018 года в Украине стартовала медицинская реформа. Сейчас она касается только первичной медпомощи. Поликлиники превращаются в семейные амбулатории, а терапевты и педиатры – в семейных врачей широкого профиля. Теперь они будут и за насморком следить, и беременность вести. Если потребуется, семейный врач всегда сможет выдать направление на специалиста более узкого профиля. Есть статистика, что украинцы, которые померли до выхода на пенсию, что 34% женщин и 41% мужчин могли бы быть живыми, как они были бы под доглядом семейного лекаря. Это есть статистика от Всесвитной организации охраны здоровья. Сама же специализированная помощь будет реформирована позже – в 2019 и 2020 годах. Кроме того, согласно закону, медицинские услуги теперь делятся на бесплатные и платные. Полный список услуг, а также их стоимость в Минздраве обещают обнародовать только в 2020 году, когда реформа заработает полностью. Для самих врачей прогнозируют позитивные изменения. Средняя зарплата, как считают в Минздраве, будет составлять 18 тысяч гривен. Но это только в том случае, если у семейного врача будет около 2000 пациентов, которые заключили с ним договор. Однако в законе ничего не сказано про тех врачей, которые не наберут свой минимум клиентов. В Минздраве заявляют, что таким образом хотят организовать конкуренцию среди специалистов. Здесь есть следствие. Если то или иное медучреждение не сумеет заполучить необходимое число пациентов, то оно не сможет себя содержать. Тогда клиникам придется искать дополнительные источники дохода, сокращать специалистов или вовсе закрываться. И так как обычно, все хорошо и все будут под присмотром, и у врачей повысится зарплата. Ну а вы как оцениваете эту реформу и ее течение? Ну я оцениваю эту не реформу, я оцениваю это как псевдореформу. Я не голосовал, и наша группа тоже не голосовала за эту псевдореформу. Потому что на сегодняшний день мы все понимаем, что в медицине надо что-то менять. Ну это реально так. Давайте будем честными, надо менять все. Да, надо менять медицину. Но как? Менять. Но как менять? То есть на сегодняшний день, давайте мы просто возьмем, вот говорят, 2000 человек надо минимально набрать врачу. Да, вот чтобы. Ну в городе, наверное, это реально. В больших населенных пунктах реально. А давайте мы возьмем села, в которых живет 500 человек, 1000 человек. Но наверняка для сельской медицины это совершенно другой пункт реформы. Сельская медицина. Вот он сюда тоже входит. Вот мы придем первое к закрытию всех ФАПов в этих маленьких населенных пунктах. Это первое, это реформа, так называемая реформа. То есть о чем мы говорим? Мы все, когда политики все собирали, все говорим, что надо поддержка селу, поддержка малым населенным пунктам. Вот, а сегодня мы говорим, 370 гривен на человека, да, на первенную допомогу. Врачу надо, ну будем так говорить, 2000 человек. Село содержится 500 человек, 1000 человек. Один врач на 4 села? Возможно, может быть и на больше. То есть если вот раньше как было, сегодня штатных единиц уже никого нет. То есть медицина превращается в коммерцию по этой якобы реформе. Ну подождите, из того, что есть сегодня, если мы говорим о сельской медицине, к примеру, и существует некая больница, где, извините, у врача практика за год 2 операции, что же это за хирург? Ну мы говорим за гли о реформе, то есть или... Ну в целом, вот смотрите, конкретный пример. Есть больница, в которой обслуживаются 2 человека в год. Какая практика у хирурга? Ну я не знаю, какие такие больницы, где... Пожалуйста, есть 2 человека. Хорошо, в Ровенской области вполне конкретный пример с родильным домом приводили. 10 родов сюда в год. Конкретными цифрами, там порядка 10-15 родов в год. Какая практика у этого акушера? И соответственно, какие спосредства для какой практики нет? Смотрите, есть, например, это Ведеопольский район и Ведеопольская больница, которая была на ремонте и сделана там идеальнейший ремонт, новейшая оборудование, но она была закрыта. И сегодня по статистике у них, ну как бы не было пациентов, не было того. То есть, если мы берем и реформу, и сегодня мы возьмем, значит, медицинские округа, да? Госпитальные округа. Госпитальные округа, да? Вот на сегодняшний день, чтобы вы понимали, по проекту хотят объединить Авитоопольский район, Беляевский район и город Теплодар. И смотрим дальше. А есть ли это больница? У нее нет сегодня статистики, но там есть новое оборудование. И, например, в поселке Ведеополь закрывается больница, да? Куда людям ездить? В Беляевку? Или город Черноморск отходит к городу Одессе, да? А Ведеопольский район граничит, граничит за городом Мельченском. Люди со своего дома видят больницу, да? Но за ним приедет скоро... При этом приехать туда нельзя? Можно. Сегодня можно дать реформу. Но когда до реформы вступит силу, значит, приедут с этого села, заберут человека, повезут его в город Беляевку, и сколько они будут ехать при наших отличных дорогах. Подожди, но как раз после реформы каждый пациент сможет выбирать, к кому ему обращаться, чего нет сегодня. Если мне предписан участковый врач по 22-му участку, то у меня будет врач по 22-му участку. После реформы я могу выбрать, к какому врачу пойти. Это немножко не так. Ну как это не так? Подождите. Но я с этим уже столкнулась. Где вы такое столкнулись? В поликлинике детской. Ну это может в городе Одессе, да? В селе, пожалуйста, в селе любая бабушка, любой дедушка или любой житель села может прийти к врачу и обследоваться, и все сделать. При этой реформе такого не получится. Мы еще говорим, когда закроется... То есть, когда что-то серьезное, в любом случае везут в Одесскую областную больницу? Давайте будем честны. Если мы говорим про Одесский регион. Смотрите, если мы говорим сейчас, мы говорим сразу, первая реформа вступает в силу, первичная медицина. Первичная медицина, конечно. Первичная медицина, первичная медицина. Она уже вступит в этом году, 1-го 07-го она вступает в силу. Постепенно. Да, постепенно. Там уже идет, вторая будет 19-й, 20-й год. Сегодня мы говорим о начале этой реформы, как она начинается. Как будет возможность откорректировать? Да, ну, я не знаю, как в дальнейшем. Мы же, будут запущены, ну, насколько я знаю, будут запущены пилотные проекты на вторую медицину. В Одесском регионе уже работает один из пилотных проектов по сельской медицине, это Окнянский район. Да. 370 гривен на человека. Выделяется, правильно? Ну, теоретически. Теоретически, да. Цифры, говорили, по крайней мере, о том, что будут еще корректироваться. Самая большая проблема, то, что на сегодняшний день практически у людей нет информации. Вот ваш блог запустили, да, то есть люди не знают, что будет, как будет. Сегодня даже в главарча спрашиваешь, он не понимает, что будет завтра, какой будет список. Потому что за один день оно не перестроится. Да, какое, ну, реформу уже приняли. А какие будут услуги? Платные, какие будут бесплатные услуги? Ну, об этом уже говорилось. Первичная медицина бесплатная. Скорая помощь бесплатная. А дальше? Детская бесплатная. А дальше? Бесплановые операции, в зависимости от того, попадаете ли вы в количество людей, для которых предусмотрена эта операция на этот год, бесплатно. Либо стоите в очереди, либо платите. Вы видели, что операция будет бесплатна? Это расписано. Этого нет. Вообще, по большому счету, у нас есть такая информация. Этого нет. Этой информации нет. Но вы изучили очень многие парламентарии. Ну, подождите, это то же самое, что существует, по сути, как бы должно существовать сегодня, когда проводится расчет, что в среднем, к примеру, аппендицит в городе Одессе делают 2000 человек в городе. Соответственно, на 2000 даются деньги. Да. Если вы 2001-й, вы либо ждете, либо платите. Аппендицит ждете? Нет, ну аппендицит – это скорая помощь, это неудачный пример. Это острая операция. Это делается бесплатно. То есть то, что на грани жизни и смерти делается бесплатно, и это не оптуждается. Что касается планов операций, например. Ну, скорая, куда повезет человека? Скорая, это вы говорите, мы же опять будем… Госпитальная округа. Госпитальная округа. Вы немножко перепутали, вы говорите, выбирают. Вот госпитальная округа мы выбирать уже не будем. Нам их назначит Кабмин. То есть вы хотите сказать, что действительно будет такой идиотизм, когда люди находятся в шаге от больницы и будут везти в Беляево? Вот так и получится. Подожди, но по словам губернатора Одесского региона, Максима Степанова, госпитальная округа будут рассчитаны таким образом, что как раз вот этот золотой час будет соблюден. Ну вот я вам же говорю, вот давайте золотой час. Авидеопольский район, город Теплодар и город Беляевский район. Значит, человек с Авидеопольского района должен будет поехать в Беляевку. Если это золотой час учтем, то есть это так будет. Может быть поменяет что-то, может быть сделает. О чем же мы говорим? Потому и мы говорим, потому и мы это случимся, говорим, надо смотреть и делать. Потому что первинная медицина, да, как пословица, деньги идут за пациентами, да. А это вот в этом плане может быть и нормально в городе. Это вообще, это как идея супер, не вопрос. То есть в городе нормально. Я говорю, большой недостаток это будет в селах. А что дальше? То есть все переходит на коммерцию. Дальше переходит на коммерцию. Если будет не хватать этих денег, ну эти деньги платятся только врачу, правильно? А у врача должны быть какие-то ассистенты. Значит, с этих денег 370 гривен, почему решено, думаю, столько людей? Эти деньги будут платиться и коммунальные условия. Ассистенты у участкового врача. Ну а как медсестра? Медсестра, как минимум, должна быть медсестра. Ну прекрасно, они должны рассчитывать, значит, таким образом, чтобы в 37 гривен это все было зашито. Давайте так, если у вас есть желание в настоящий момент нагнать, скажем так, больше жути, то давайте мы не будем вас перебивать. Расскажите, насколько это страшно. Нет, нет, почему, почему? То есть я не сказал, что это страшно, но я говорю то, что увидите, и это будет, ФАПы закроются. Это, по примеру, Польши. У них тоже произошла реформа, и в малых населенных тоже закрылись определенные ФАПы. Для города где-то это, наверное, неплохо, потому что в городе Одессе, пожалуйста, можете пойти себе выбрать врача и пойти. А что делать людям в селе? Куда он пойдет? Неизвестно, да, куда он пойдет. Но по сельской медицине прописана отдельная статья. Нет, нет. В частности, та же интернет-медицина, не помню, как она правильно называется. Телемедицина. Поверьте мне, не прописано. То есть и ФАПы будут закрываться. Если эта реформа будет... Если наличие ФАПа нецелесообразно, если туда обращаются два человека, у врача маленькая зарплата, нет практики, то что же это за брач? Давайте перейдем в другую комнату. Нет, подождите. Как это нецелесообразно, если в селе живет 200 человек? Значит, давайте мы этих людей отодвинем в сторону и нецелесообразно. То есть, смотрите, это 370 гривен выделяется на тех людей, которые придут, подпишут так называемые договора. Правильно? Ну, по большому счету, да. Да. Молодежь, наверное, не пойдет в ФАПы. То есть, ну, нет такого, чтобы заставить его, чтобы пойти. Ну, вот он не обращается, не пойдет. Ну, вот где-то кто-то живет в этом селе, он там прописан, он уехал учиться, еще меньше там окажется людей. Давайте мы перейдем в другую путь. Потому что нам не совсем всем еще ясно до конца, как это будет развиваться реформа. Я уверен, что она будет корректироваться в ручном режиме. Давайте перейдем к более глобальным вопросам. Совсем недавно, кроме сессии Верховной Рады, еще началась сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где мы услышали ряд достаточно странных заявлений. Как вы можете их прокомментировать, простите? Чьих заявлений? Ну, речь идет об заявлении нового президента Парламентской Ассамблеи, который очень сильно пожалел, что нет российской делегации в зале, и как бы неплохо было бы ее вернуть. Что вызвало, в свою очередь, гнев украинской делегации? К чему это все может привести? Вы знаете, то есть, я посмотрел лучше, чем Алексей Гончаренко прокомментировал, я не могу это прокомментировать, лучше, чем он это сказал. В Паре выступая там, то есть, ну, это, конечно, для нас это проблема. Это непонятно, надо обсуждать, то есть, ну, это нонсенс, понимаете, это нонсенс, ну, что так произошло. Василий, давайте вернемся в украинский парламент. Давайте. За три года вы попали в число пяти депутатов народных, которые чаще всех воздерживаются от голосования. Почему? Я попал, я не видел этого. Да, поздравляем вас. Да, спасибо. Вы в пятерке тех, кто чаще всех воздерживается. То есть, ну, есть, я, честно говоря, не знал об этом, но есть... Да есть и такая статистика. Да, ну, есть и такая статистика. Она на сайте. Ну, это прекрасно, то есть. Ну, я не могу сказать, почему, потому что есть разные законопроекты, то есть, ну, поправки, которые озвучиваются, то есть, ну, всегда за них там или воздерживаешься, или голосуешь. То есть, ну, я, честно говоря, не могу вам на этот вопрос сейчас ответить, не понимаю, как это так. А какие-то инициативы во время этой сессии не получили вашу поддержку, или, например, вам однозначно не понравилось? Вы можете их отметить отдельно? Ну, конечно. В частности, закон о реинтеграции Донбасса. Да, закон о реинтеграции Донбасса, значит. Ну, я, как, будем так говорить, депутат-мажоритарщик, значит, ну, в первую очередь мы выступаем, да, вот если мы говорим все о реформе местного самовредования, я хочу сказать, да, вот вы меня первый вопрос спросили, да, вот какие законопроекты. Закон, когда вот мы уже два года проводим объединение громад, да, обещаем, ну, населенным пунктам земли, замежем населенным пунктам, кто объеднается, дать им земли распоряжаться, то есть в нормальном смысле слова, на места, чтобы не руководил от, ну, с Киева откуда-то не руководили. Что происходит на сегодняшний день, да? Один законопроект там прошел, завалили его, второй законопроект, даже уже президент, президент свой законопроект выдвигал и почему-то не поддержали его. То есть сегодня это так важно и необходимо для населенных пунктов, которые, это бюджет, это бюджет, который они могут зарабатывать. Сегодня есть большие проблемы с земельными ресурсами, которые невозможно оформить землю, замежем населенным пунктам, те же самые поеды. Ну, так уволили же смотрящего в одном районе, есть проблемы с другими? Смотрите, то есть нету законодательной базы, нету законодательной базы, ну, вот так случилось, человек умер, у него, у родителей остался пай, как вступить в наследство? Люди по пять лет вступают в наследство. Почему? Потому что это вот такая вертикаль, непонятно, куда она ведет. Если эти земли перейдут, которые замежены населенным пунктом, перейдут в распоряжение громад, это земли чьи-то, но за ними можно больше контролировать и можно как бы больше получать доход и эти же громады развивать по этому поводу. Это по поводу наших инициатив, которые как бы происходят. По реинтеграции Донбасса? По интеграции Донбасса? Ну, смотрите, эти... Вы, кстати, поддержали этот закон? Нет, я этот законопроект не поддерживал. Вы же воздержались или голосовали против? Нет, я вообще не голосовал за этот закон. Вас не было в зале или вам что-то не нравится? Значит, меня не было в зале, но мне не нравится. То есть мы как раз группой... Не читал, но осуждаю. Да, не-не-не, то есть мы как раз группой консультировались по этому законопроекту и мы считаем, что этот законопроект уже как бы, ну, будем говорить, второй или третий, то есть Россию уже признавали страной агрессором и как бы остальное, то есть там есть много, мы еще... Ну, в данном случае закрепляется ответственность Российской Федерации как агрессора за то, что происходит на оккупированных территориях Донбасса. Смотрите, смотрите, все немножко не так. Мы... было порядка где-то 700 поправок, правильно? Да. 700 поправок. И законопроект, который еще как бы, ну, уже вроде бы стал законом, но еще не подписан президентом, мы еще его не видели. И если вы видели, что происходило в зале, я, честно говоря, не знаю, я думаю, что и мало народных депутатов знает, какой он будет... Ваша депутатская группа вносила правки? В этот законопроект? Нет, не вносила правки этот законопроект. А почему, если вам что-то там не нравилось? Почему вы не внести свои правки? А если оно вам все там не нравится? Ну что, не может, все не нравится. Ну, подождите, вот эти... Есть просто, по которым вы не согласны. Я не хочу, конечно, указывать, я не парламентарий, все-таки это вы и ваши прелегативы, но существует же золотое правило, на котором, собственно, все поправки и базируются. Если что-то не нравится, и ты это готов критиковать, то предложи альтернативу поправке, это как раз и есть к основному закону вот ваши личные инициативы. Смотрите, поправки, я вам сейчас скажу, да, вот как нести поправку, если уже есть действующий закон, и ты в этом законе, ты не можешь в этот закон уже нести поправку, потому что он не стыкуется с этим законом, поправка. То есть... Существует процедура отзыва закона? Ну, вот можно и подать процедуру отзыва, но поправка это совсем другая, то есть поправка может только пойти в этот закон. Смотрите, вот сегодня закон принимается, да, 64-66, ну, законопроект, первое сечение прошел, по приеднанию громад без выборов до городов-областного значения. И что там, что в этом законопроекте происходит, да? В этом законопроекте, который, ну, должен стать законом, может быть, станет когда законом, значит, присоединяется, ну, например, к городу Одессы, присоединяется любое село, которое граничит с городом Одессы. Но в это же время теряются депутаты, не будет уже ни одного депутата в этом селе до очередных выборов. Вы говорите про местные собрания? Да, про местные советы. Вот есть законопроект, невозможно нести другую поправку, потому что надо менять другой закон. В этот законопроект... До выборов осталось полтора года. Ну, до выборов в местных советы осталось почти три года. Вы имеете ввиду сельские советы? Ну, сельские, городские, осталось практически три года. И мы идем, ну, как бы чему, то есть мы идем, если без выборов присоединяться, вот это я просто объясняю по поправку, чтобы понимали, да? И в этот законопроект нельзя внести поправку, чтобы депутаты, например, остались до выборов. Потому что... Вы не ответили на вопрос, что вам не нравится в законе о реинтеграции Донбасса. А потому что он повторяется уже. Этот закон повторяется. Уже Россия агрессором была принята. Но в этом законе впервые уходят от формулировки антитеррористическая операция. Смотрите, выходим от этого. Следующий, да, что получается. То есть мы разрешаем там военным торговать, да? Давайте тоже разрешим. Давайте солдаты будут воевать и военные будут торговать. Ну, генералы будут торговать. В этом тоже законе это прописано. И я говорю так, чтобы этот закон... Я не понимаю, о чем вы говорите. Военные торговать. Торговля, торговля, торговля с Россией будет осуществляться через ну, через военных генералов. Я просто говорю, чтобы об этом законе, законе проекте еще это говорить, его надо увидеть живьем и который он увидит. Потому что после 700 поправок, какой он выделил законопроект и что там происходило, то есть я готов, когда вот он выйдет в законопроект, я готов с вами подискутировать по поводу этого закона уже. Закона, когда он будет выйдет подписанным президентом. Я не готов с вами дискутировать, потому что он еще не вышел. Вы читали больше, чем я. Да. Услышали вас. Благодарим за то, что нашли возможность присоединиться к работе нашей студии. Василий Гуляев, народный депутат Украины, был нашим гостем. Мы уходим на короткую рекламу, после вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова